Итак, снова с вами ваша царевна-лебедь. Приветствую вас на моем канале. Я напоминаю, что у меня продолжается акция до 7 ноября. Акция на бесплатную личную консультацию. Обращайтесь на Viber, либо в WhatsApp. Номер указан на канале. Ожидаю вас. Что-то я подустала. Я насмотрела сегодня видео на ТикТок. На одном видео каналу не фаршированные готовили. На другом лазанья. Все сговорились. Я этого насмотрелась. Побежала тоже искать эти каналу не было. Были только листы для лазанья. Пришлось покупать лазанью. И вот приготовила сегодня лазанью. И что-то я прям подустала. Не люблю я готовить. Я люблю готовить под настроение. А это случается крайне редко. Я люблю, чтобы приготовили, пригласили меня с почестями, с уважением. Не зачтете ли вы за труд отведать? Это я люблю. Чтобы поубирали потом. А то, знаете, вот готовишь, потом еще моешь. И как конь на свадьбе. Голова в цветах, а жопа в мыле. Так, давайте сегодня сделаем расклад на тему, что он о вас думает. Что он о вас думает? Да, ведь у него могут быть мысли разные. У него может быть свое какое-то представление о вас. Верно же ведь? Поэтому давайте подумайте об этом мужчине. Что это за мужчина к нам сейчас придет? Красавчик. Ой, красавчик. А красавчик такой, знаете, никогда не узнаешь, что у него на уме до конца. Он может говорить одно, но за душой, за пазухой держит совсем другое. На уме какие-то намерения у него совсем другие. И причем довольно злые, плохие намерения. Недобрые. Человек склонный к мести. Если вы его как-то задели, зацепили, как-то унизили его словом, каким-то отношением. Да, против шерсти погладили. Криво-косо глянули. Он это запомнит. Для него это будет как личное оскорбление. Даже если вы в тот момент были без настроения. Но это же ведь не значит, что если ты сейчас злая, например, ты там на кого-то гаркнула. Это же не означает, что ты этого человека ненавидишь, к примеру. Просто вот у тебя сейчас такое настроение. Но человек это зачтет за личное оскорбление. Как ты посмела со мной разговаривать таким тоном? Челядь. Ты кто вообще? Вот так. И он этот момент запомнит. И он всегда нанесет ответ на удар. Ответочка прилетит. Причем самый неожиданный для вас момент. Он выждет, когда вы знаете и забудете об этом случае. Он будет делать вид, что как-то он пропустил это мимо ушей. Все нормально. Но выждет момент, когда время какое-то пройдет. Вы как-то расслабитесь, забудете. Как-то вот вашу бдительность усыпит, что ли. И нанесет вам ответный удар. Чтобы знали, с кем имеете дело. Чтобы в следующий раз думали, что говорите и что делаете. Вот так вот. Что он думает о вас? Думает, что вы находитесь у кого-то на обеспечении. Потому что здесь женщина вышла, девушка, ухоженная. Достаточно богатая. Красивые одежды у нее, украшения. Кстати, вот эта карта проигралась у меня на личном раскладе. У одной девушки. Оказывается, у нее есть свое ателье мод. Представляете? Да. Вот. Но он и видит вас, что вы обеспеченная, упакованная. Но обычно эта карта показывает, что женщина-содержанка. Ее кто-то обеспечивает. И вот, собственно, не обязательно. Но, по крайней мере, это мы сейчас говорим. Я говорю, вернее. Не забываем, что это я говорю. Я интерпретирую по-своему. Это же я озвучиваю его мысли. Он считает, что вы содержанка. А вас кто-то содержит. Ну, здесь могут быть мужчины, родственники, родители. Но, в любом случае, женщина здесь не работающая. Но живет довольно-таки вот фривольно. Свободная. Как птица в полете. Что хочет, то и делает. Ни к чему, никому не привязана. Да, абсолютно свободная. Что он еще о вас думает? Ну, конечно, он видит, да, что вы как-то очень сильно изменились. Он видит вас, что он вам уже не соответствует. Но когда-то, что интересно. Интересно, когда вы были еще вместе. Но даже если вы с этим мужчиной и сейчас тоже вместе. Но, по крайней мере, раньше. Вы как-то очень сильно старались для него. Да, что вот возьмите меня. Полюбите меня. Вот примите меня. Да, вот женись на мне. Выбери меня. Вот что-то такое, как навязчивое было. Но, опять же, это он так думает. А может быть, у кого-то действительно кто-то из женщин так и вел себя. Но сейчас вы эти отношения, этого мужчину переросли. Но он это понимает, конечно. Он понимает, что ему уже до вас не дотянуться. Ушли. Ушла здесь женщина, улетела. Ну, он расстраивается. Да, сейчас он расстроенный. Но, по первой карте, да, вот как я говорила. Он это помнит. Он это запомнил, что как вы посмели его оставить. Он это запомнил. И человек сейчас выжидает какой-то момент. Возможно, следит за вами. Ну, смотрите, что может быть и по этой карте. Знаете, он как может быть и проявиться к вам. Что, к примеру, подойдет на улице, там, при встрече, да, абсолютно вот неожиданная встреча, такая случайная. Он может подойти, спросить, привет, ну что ты, как ты, и все. И на этом все. Как-то создать видимость он попытается. Но здесь девушка показывает, женщина занялась уже своим делом. Своими какими-то семейными делами, бытовыми, хозяйством. В конце концов, вот, да, что мне ждать и, да, что мне, смысл сидеть и ждать у моря погоды. Пора уже самой как-то действовать и разруливать свои проблемы. И вот, собственно, вы сейчас над этим трудитесь. Взяли это ведро и сами пошли уже по воду, либо за водой, как правильно. Хозяйственная девушка такая. Что он еще о вас думает? Обижается, что вы сейчас к нему холодная. Обижается, что вы не пытаетесь восстановить отношения. Что вы не бегаете за ним, не упрашиваете. Прости, вернись, я все прощу. Понимаете? Вот как вы смеете? Как вы можете себя так вести? Вы вообще понимаете, кого вы потеряли в этой жизни? Вот он злится. Вот он хотел бы вас так вот взять вот так вот за плечи. Знаете, вот прям со злостью и тут же повалить вас на диван и со всеми вытекающими последствиями. Потому что здесь у человека страсти такие и ненависть, и страсть. Да, злится. Потому что он считает, что вы же раньше такая активная были. Так вот, говорит, что раньше вы были очень активная в плане сексуальном. А сейчас вы себя так не ведете, и он на вас очень злится. Так, что он еще о вас думает? Говорит, что... Ну, здесь он, знаете, он больше о себе рассказывает, о своих мыслях, о своих чувствах. Что хотел бы, чтобы вы вот ему поклонялись в ноги. Вот, признавали в нем такого императора, мужчину достойного. А вы этого не делаете, да? Но здесь говорит, что он знает, что вы его любите. То есть, он говорит, ну, я-то знаю, что она меня любит. Я-то знаю, что она меня все равно считает достойным. Он думает, что вы создаете вид, как будто бы, знаете, вы его забыли уже. Что вы к нему хладнокровный. А так, на самом деле, он уверен, что вы все еще думаете о нем. Любите его, вспоминаете. Видите его такого достойного мужчину. Он думает, что вы хотели бы по-прежнему быть с ним, жить с ним, чтобы он был вашим мужем. Его эти мысли, прям, знаете, вдохновляют. Радуют его. Он прям от этих мыслей, знаете, ему летать хочется. Вот он сидит себе там, крутит себе кино, понимаете? Вот успокаивает себя тем, что, ой, да что ты показываешь, что ты меня забыла? Что ты показываешь, что ты ушла от меня? Да, что ты вот занимаешься собой, своей жизнью? Ну, я-то знаю, что ты-то меня любишь. Я-то знаю, что ты бы хотела, чтобы я был твоим мужем, чтобы у нас семья была. Это все знаю. Вот так-то. И вот он себе так кино крутит, мультики эти. И его, знаете, прям вдохновляет его. Так, что ты еще думаешь? Да, планирует много у него каких-то планов. Много планов насчет вас было. Вроде бы как хотел приехать. Но что-то не складывается у него. Да, какие-то у него проблемы. Не получается, говорит. Возможно, как вариант, денег у него на данный момент недостаточно, чтобы к вам приехать. Он-то видит, что вы здесь девушка ресурсная. Но как к вам приехать, к примеру, с пустыми руками? Да, это же надо вас куда-то пригласить. По крайней мере, как-то вам пыль в глаза пустить надо. Показать, что подумай, посмотри, кого ты теряешь. Подумай. А у него как-то сейчас этих ресурсов мало. Нету возможности. Проблемы тут у него какие-то. В начинаниях его. Какие-то у него сейчас начинания. То ли он бизнес затеял, то ли на новую работу устроился. Но что-то не получается. Да, конкурентная борьба. Да, не получает он этих денег. Возможно, ждет выплату. Возможно, задерживают. Сейчас какие-то у него там жизни проблемы. И, собственно, вот говорит, что из-за этого и не выходит. Ссоры с кем-то. С кем-то у тебя ссоры. Да, вот опять же деньги. Из-за денег у него что-то не получается. Он пока сейчас, на данный момент, проявляться не будет. Вот такой был расклад, что он думает о вас. Благодарю вас за просмотр. И приходите еще. Благодарю вас за просмотр.